МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но врачи не смогли спасти его жизнь. Расскажем о гибели 10-летней девочки и ее матери в аварии в Муслюмовском районе. И гибели пассажирки Део на трассе М7. А также в Альметьевске водитель иномарки скончался прямо за рулем. И женщина шагнула прямо под колеса Шевроле на улице Копылова в Казани. Она просто шла на трассе топора. Версии причин произошедшего водителя, очевидцев и пострадавшей женщины сильно различались. Ситофор в натуре не работал. Вот и все. Просто у меня горел зеленый. Это и не только. Прямо сейчас. Мужчину, лежащего с распоротым животом у подъезда одного из домов на улице Максимова, обнаружили прохожие и сообщили об этом в полицию. На место тут же приехали стражи порядка и медики. Человека они обнаружили. Он был в очень тяжелом состоянии. Сообщить, кто и почему его ударил ножом, мужчина не мог. Пострадавшего срочно госпитализировали, но полученное им ранение оказалось несовместимо с жизнью. 43-летний мужчина скончался. Полицейские не нашли других следов крови, кроме как у подъезда, где он и лежал. А жильцы дома рассказали, что незадолго до приезда экстренных служб за домом якобы была драка. Дрались четверо мужчин. Но был ли среди них погибший, они сказать не могли. Десятилетняя девочка погибла на месте. Ее мать скончалась в больнице. Еще четыре человека получили различные ранения, атаков и ток аварии, произошедшие в Муслимовском районе. На 34-м километре трассы Муслимова-Старая Саитова столкнулись Вольксваген и Киа. По предварительным данным, 56-летний водитель кроссовера не уступил дорогу легковушке, которая двигалась по главной дороге. Ребенок скончался на месте. 43-летнюю пассажирку Киа госпитализировали. Ранения получили и четыре пассажира Вольксвагена. Их также доставили в больницу. Мать погибшей девочки врачи спасти не смогли. Полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В связи с этим преступление переквалифицировано на более тяжкую статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Расследованием уголовного дела занимается районный отдел Республиканского МВД под надзором прокуратуры. 60-летняя пассажирка Део Матис погибла в результате столкновения с КАМАЗом на трассе М7 в Верхнеуслонском районе Татарстана. 66-летний водитель микролитражки сзади врезался в грузовик, который остановился на крайней правой полосе из-за неисправности. Удар пришелся на пассажирскую сторону Део. Как раз туда, где и сидела женщина. Она скончалась на месте. Водитель легковушки получил различные травмы. В Альметьевске водитель иномарки прямо за рулем почувствовал себя плохо и потерял сознание. Автомобиль пересек встречную полосу и остановился на обочине, едва не опрокинувшись в кювет. Очевидцы пытались оказать мужчине помощь, но сделать этого не смогли. Не в силах что-то сделать были и врачи скорой помощи. Как сообщили его родственники, мужчина скончался от остановки сердца. Женщина попала под колеса «Шевроле-Лана» с минувшим вечером на улице Копылова. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Сама уверяет, светофор в этот момент не работал. Мигал желтым светом, поэтому и пошла сквозь автомобильный поток. Но сам водитель и очевидцы наезда уверяли, светофор работал исправно. И в момент ДТП пешеходам горел красный. Не надо мне никакой сборы. Все нормально у меня. Она отказывалась от осмотра врачей, вызова автоинспекторов. И вообще чуть не ушла с места наезда. Задержали очевидцы. Она просто шла на красный светофор. Мы еще успели, мы притормозили, мы еще успели как-то ее заметь. А получается, они сзади ехали, хоть тормозили. Шла уверенным шагом. Очевидцы были единогласны. Светофор работал, пешеходам горел красный. Внедорожник Ниссан стоял на светофоре. Загорелся разрешающий сигнал. Водитель тронулся с места. И тут на дороге появилась женщина. Девушка идет, у нас такой зеленый, она идет такой. Не надо никакой сборы. Он успел остановиться. Сзади и по левой полосе ехал водитель Шевроле Ланос. Молодой человек рассказывает, подъезжал к светофору, притормозил. Загорелся зеленый. Стоящие автомобили уже тронулись с места. Он их только догонял. И в этот момент справа под колесо шагнула женщина. Она утверждает, никаких правил она не нарушала. Переходила дорогу по пешеходному переходу. А светофор просто мигал желтым светом. Он не работал. Он сейчас уже работает. Сейчас заработал. Именно как раз так. Я не имею к вам никаких претензий, потому что светофор натуру не работал. Вот и все. Просто у меня горел зеленый. У меня есть два свидетеля, которые это подтверждили. Водитель Шевроле сразу вызвал автоинспекторов и скорую помощь. Как бы не протестовала сбитая женщина и как бы не уверяла, что никаких травм она не получила. Он за рулем два года. С тех пор, как стукнуло 18, им можно было получить права. Это его первое дорожное происшествие. Сильно волновался и боялся, что водительского удостоверения его теперь лишат. От госпитализации избитая женщина отказалась. Степень вины и водителя, и пешехода теперь будут устанавливаться на разборе в автоинспекции. И если пострадавшие не изменят своего решения, то прав молодого человека, вероятно, не лишат. Лина Зинатульна, Наиля Абдолин, вызов 112. Тело 83-летнего мужчины обнаружили пожарное в ходе тушения деревянного одноэтажного частного дома в селе Янга-Аул в Агрыском районе. Сообщение о возгорании поступило по телефону вызова пожарной охраны 101 ночью. Дом горел открытым пламенем на площади 49 квадратных метров. Погибший хозяин дома. Он жил один, был дееспособным, но плохо слышал. Соседи рассказали, что мужчина любил курить на веранде. По предварительной версии, причиной пожара стала именно неосторожность при курении. Торговые павильоны вспыхнули сегодня на острове Град-Свияжск. Сообщение о возгорании поступило сегодня на номер вызова пожарной охраны 101 в половине пятого утра. К приезду расчетов деревянные постройки полыхали открытым пламенем. Справиться с огнем пожарные смогли буквально за 15 минут и не допустили перекидывания пожара на другие строения. Общая площадь возгорания составила 18 квадратных метров. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. В поселке Салмачи рано утром вспыхнула крыша коттеджа, который сдавали в аренду. Прибывшие на место пожарные установили, что горела обрешетка пристроек банному комплексу, внутренняя обшивка, а также мебели, вещи внутри дома на площади в 100 квадратных метров. Люди не пострадали. По предварительным данным, компания из 20 человек в это время отмечала там свадьбу. В сауне в момент возгорания никого не было, но ей пользовались незадолго до случившегося. Все успели покинуть дом до прибытия пожарных. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неправильное использование электрооборудования. С поличным был задержан житель Аксубаевского района во время рыбалки запрещенным способом. Он с помощью резиновой надувной лодки расставил сети на реке Саврушка. При этом ни лицензии, ни разрешений на добычу рыбы таким вот образом у него не было. А сама сеть относится к запрещенным орудиям лова. Эту рыбалку он теперь, видимо, запомнит надолго. Органами дознания ОМВД России по Аксубаевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконная добыча, вылов водных и биологических ресурсов. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до двух лет. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильные 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.